С 15 апреля на территории нашей области введен особый противопожарный режим. Ежедневно из-за поджогов или простого баловства горят болота, поля и топи. В Смедовичском районе проведено международное совещание с участием представителей правоохранительных органов по вопросам взаимодействия по укреплению законности в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров. В том числе на совещании обсужден вопрос донесения до населения информации, разъяснения положения законодательства об ответственности, установленной за нарушение правил пожарной безопасности. Так, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по статье 8.32 за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения данной статьей предусмотрена санкция в виде штрафа для физических лиц в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц в размере до 1 миллиона рублей. Те же самые действия только уже за пределами лесополосы уже будут квалифицироваться по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влекут наказание для граждан в виде 4 тысяч рублей, для должностных лиц 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч рублей. Те же деяния, схожие, точнее, деяния, вырастившиеся в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога и причинившие значительный ущерб гражданам, квалифицируются уже по Уголовному кодексу, а именно статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо решением свободы на тот же срок, то есть до 5 лет. На сегодняшний день уже имеется факт причинения ущерба имуществу предпринимателя, связанное с его уничтожением огнем. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, а одной из версий рассматриваемых причин повреждения имущества является возникновение пожара в результате неконтролируемого отжига сухой растительности. В этой связи хотелось бы донести до населения информацию о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе во время проведения субботников. В настоящее время законодательство действующее устанавливает запрет на применение огня во время проведения субботников, то есть сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности. В настоящее время необходимо данные отходы захоранивать во избежание неблагоприятных последствий. Виктор Рекрут, программа Новости недели.